здравствуйте дорогие рукодельницы в этом видео я хочу поделиться с вами такой важной информацией о том как правильно подготовить нашу поверхность к декору конечно вам хорошо известно что от того насколько ответственно и качественно вы подойдете к этому вопросу во многом зависит долговечность вашей готовой работы поэтому давайте внимательно рассмотрим на конкретных примерах как поступить как правильно подготовить каждую поверхность и так давайте начнем с самого простого и самого распространенного предмета декора это деревянная поверхность вот смотрите прежде чем мы приступаем к нашему декору обязательно изучаем ее на предмет всевозможных сколов и царапин вот в моей заготовочке есть некрасивые заусенцы и неровности которые нужно будет обязательно сошкурить если есть какие-то сколы да то мы эти сколы обязательно с вами должны выровнять обычной шпаклевкой по дереву высушить и также отшкурить давайте попробуем это сделать чтобы наша досочка была готова к декору а а а а а Ну вот смотрите, все лишние сколы и заусенцы я убрала обычной наждачной бумагой. Также неровность выровняла шпаклевкой. Как только она высохнет, я буду готова еще раз прошкурить свою заготовку и после этого она полностью у нас готова к декору. Давайте двигаться дальше. Еще один очень распространенный вид материала, с которым мы работаем, это заготовки из МДФ. С ними нужно быть, конечно, очень-очень внимательным и обязательно смотреть изначально на качество предлагаемого продукта. Заготовки из МДФ бывают очень-очень разного качества. Есть заготовки хорошие, а есть заготовки гораздо более пористые и рыхлые, которые слишком хорошо впитывают в себя влагу и могут просто разбухнуть при декоре. Поэтому, как и в случае с деревом, прежде всего мы заготовку свою шкурим и снимаем все лишние неровности. Но это еще не все. После того, как заготовку мы с вами отшкурили, именно заготовку из МДФ. Обратите на это внимание. Ее в обязательном порядке нужно пропитать любым неводным лаком. Просто кисточкой. Пропитываем, промазываем всю заготовку, пропитываем лаком и даем отстояться и высохнуть как минимум сутки. После этого наша заготовка, мы можем уже не бояться, что она разбухнет под воздействием влаги. И можем приступать к декору. Двигаемся дальше. У нас с вами есть стеклянные заготовки. Всеми наши любимые тарелочки, на которые мы часто делаем обратный декупаж, например. Здесь немножко ситуация сложнее обстоит, потому что стекло, как и металл или пластик, очень плохо впитывают в себя любые краски, любые материалы. Поверхность совершенно не пористая. Поэтому, что мы с вами делаем, чтобы обеспечить максимальную сцепку? Прежде всего, конечно, обратите внимание на этикетку, которая нам мешает и совершенно не нужна для нашего декора. Если ее пытаться отсирать просто губкой, смоченной в воде, ничего не получится. К сожалению, останутся разводы от клея. Но есть очень хитрый прием. Надеюсь, вы о нем уже знаете. На всякий случай расскажу еще раз. Вы можете смочить ватный диск в обычном подсолнечном масле. Все так просто, да. Как следует промазать этикетку, ну и дать отстояться минут 15. После этого она слезает у вас просто за 3 секунды. Вот так вот все просто. Мы поверхность очистили от ненужных этикеток, но она все еще у нас плохо впитывает материалы, и нам необходимо ее обязательно обезжирить. Я для этого использую обычное средство для снятия лака. Вы можете пользоваться спиртом или любым другим спиртосодержащим средством. Просто тампончиком проходим всю нашу поверхность, которая у нас предназначена для декора. Вот так вот обезжирили и дали высохнуть. Все очень просто. Поверхность наша теперь готова. Ну и последний, наверное, самый сложный, самый длительный процесс подготовки поверхности, это, конечно же, металл. Металл, как и стекло, не пористый, да, и не впитывает в себя никакие материалы. Эту пористость нам нужно создать искусственным путем. Здесь поступаем несколькими этапами. Прежде всего, конечно, нашу заготовку металлическую нужно помыть под обычной водой, для того, чтобы просто стереть всю лишнюю пыль, которая образовалась по колечке нашей или любой другой предмет, стояли на полке и ждали своего часа. Помыть и обязательно просушить в естественных условиях, для того, чтобы вот эти капельки влаги точно высохли, а не скатались. Вот помыли ее, насухо протерли, но все равно дали отстояться на воздухе. И после этого начинаем, как я говорила, искусственно создавать пористость. Для этого вооружаемся крупной наждачкой и буквально во всех направлениях, совершенно не щадя наш предмет для декора, начинаем его царапать. Продолжение следует... Когда мы нашу лечку царапаем, здесь очень сложно перетрудиться. Не бойтесь, пожалуйста, что вы сделаете лишних царапин. Они совершенно не будут видны под слоем грунта и красок. Но этот пункт действительно очень важен для того, чтобы наша краска потом, в дальнейшем, после некоторого времени использования, ни в коем случае не отвалилась. Иначе будет просто обидно. Ну и это еще не все. Смотрите, пористость мы создали, поверхность поцарапали и все равно ее нужно обезжирить. Обычно средством, опять же, заснятие лака, точно так же, как и со стеклом, я прохожу, протираю всю мою поверхность, тем самым убираю лишнюю пыль, которая могла образоваться после нашей с вами наждачной бумаги. Вот так вот, очень тщательно протерла всю заготовку. Смотрите, сколько лишнего, да, сняла? А ведь все это могло помешать нашей краске в дальнейшем и грунту. И вот в таком виде обезжиренная, поцарапанная и вымытая наша металлическая заготовка теперь полностью готова к работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!